Давайте мы будем продолжать. Мы продолжим не с того момента, с которого остановились, а с краткого суммирования того, что было в прошлый раз. Мы поговорили, да, мы прочли немножко части диалога, небольшую часть диалога, которая касалась, наконец, столкновения Протагора и Сократа и выяснения того, чем же Протагор занимается. Вы видели, как Протагор медленно и неизбежно идет за Сократом, сначала в сторону того, что он не занимается экономикой, хотя именно это он и говорил, а потом в сторону того, что он учит добродетели, что, в общем-то, совсем не то, чего он хотел. Но он следует за Сократом, как вы помните, возможно, потому что Сократ лучше знает Гиппократа и, соответственно, лучше знает, что Гиппократу нужно. Протагору нужен клиент, Гиппократу нужен учитель, и поэтому в идеале Гиппократ должен знать, что Протагор учит ровно тому, чему хочет научиться Гиппократу. Далее Сократ задает решающий вопрос. Если ты учишь добродетели, то объясни мне, как получается так, что ни Афинское собрание народное, то есть ни демократия, ни наилучшие граждане не считают, что добродетели можно научить. Демократия не считает, что добродетели можно научить, потому что если бы это можно было сделать, если бы политика Техне действительно существовала, политическое искусство или политическое знание, то демократия бы закончилась. Великие люди, большие политики, естественно, не говорят того, что политика Техне не существует. Почему? Потому что если бы они сказали, что политического знания не существует, встал бы вопрос, зачем бы они нужны. Другое дело, что они по факту не могут передать это политическое знание своему ближайшему окружению. Великол не может научить своих сыновей и не может научить тех, кто находится под его опекой. Протогор решает в ответ на этот вопрос, ставит выбор, ответить на него с помощью мифа или с помощью логоса, с помощью рассуждения. После чего, избирая более приятный вариант, отвечает и так, и так. Мы начали знакомиться с протогорским мифом. Я постарался показать вам, что то, из чего протогорис ходит, мы знаем, к чему он ведет. Он, с одной стороны, не может выступить против демократии, с другой стороны, должен доказать, что политическое знание существует. То есть мы знаем, к чему идет этот миф. Однако сам миф, который рассказывает протогор, является довольно необычным, довольно странным, довольно удивительным. То, что говорит протогор, больше, по сути своей, походит на то, что говорят наручеводство. О том, что человек является ничем не защищенным, ничем не обеспеченным в природе. О том, что единственное, кому он обязан своей жизнью, оказывается, он сам. Он создает искусство, благодаря которому он может жить. Что социальность человека не является естественной, она является искусственной. И первая попытка задать вектор социальности является, конечно же, религия. Попытка создать религиозное учение, попытка создать богов. Первое, что делает, что должно позволить людям, по идее, должно позволить людям стать социальными, начать жить в обществе. Но, естественно, протогор не теолог, и он не жрец. А это значит, что, скорее всего, попытка создать богов будет правой. Иначе бы тогда он, конечно, бы учил не политика техне, а учил бы веровать в Зевса и Ижеснин. Мы остановились на определенном моменте, на моменте, конечно же, релитивизма. Протогор, как след за натур философами, отрицает духовную природу человека. Это ставит перед нами две большие проблемы. Первое, если духовной природы не существует, если духовности не существует, то все, что мы понимаем под духовной природой или духовностью, является искусственным, наносным. А значит, может быть исправлено, изменено, подкорректировано и так далее. То есть оно является релятивистским, релятивным, если хотите. Второе, если духовной природы человека не существует, то ее появление, очевидно, будет связано с насилием, с насаждением. Человек не рождается духовным существом, он становится духовным существом, но он становится духовным существом не по своему желанию. Мы увидим, как Протогор опишет становление политической добродетели в афинском народе и в людях вообще. Насилие, насилие, еще раз насилие. Но это позднее. Теперь, есть ли у вас вопросы? Нет. Хорошо, давайте. Может быть, я забыла, но я вспомнила момент, когда Протогор сначала рассказывает не в прошедшем времени, а потом в настоящем. Да. Я то ли забыла, то ли вы так и не сказали, почему так. Почему так? Да. Почему? Я обратил на это ваше внимание, потому что это зацепило мой глаз, но не только мой глаз. Но, честно говоря, я пока не могу предложить лучший вариант ответа, чем того факта, что все происходит прямо сейчас. Протогор и есть Прометей. Он и есть вор, который крадет у богов их искусство. А как же это? Это правда. Но, еще раз, между тем, что Протогор утверждает, и тем, что является на самом деле, тем, что оказывается на самом деле, большая разница. Платон показывает нам, что Протогор уже назвал Сократа думающим наперед. И впоследствии окажется, что из этой пары, конечно же, Протогор и Пеметей. Конечно же, Протогор, думающий задним числом. Но себя-то он считает иначе. Точно так же, как Протогор одновременно называет себя и смелым, и умным. Помните, где он говорит, что я первый из софистов, который, да? Впоследствии мы увидим, что умным он точно не является. И более того, сам-то он отрицает на словах, что смелость, что мужество и мудрость могут совпасть. По крайней мере, они не совпадают в большинстве людей. Может быть, себя он считает исключением. То есть Протогор говорит, что становление человечества не закончилось, не остановилось. И то есть он как Приметей, который... Который боролит у богов эти искусства и передает их людям, да. Мы говорили с вами, что искусство Афины и искусство Гефеста и Спира кажутся нам ткацким искусством и искусством обращения с кузнечным делом, да. Но тут же Протогор заявляет, что это одно и то же искусство. До этого заявляют, что у Афины свое, а у Гефеста это обращение с огнем. Ниже, оказывается, что это совершенно другое искусство, которое мы увидим немножко позднее. Еще вопрос. Да, и касательно самого Платона. Если знание о том, что знания нет, было доступно немногим в окружении Сократа, то есть общих единицам... Ну, да, допустим. Ну, а Платон, можно сказать, один как бы язык был. Да, да, конечно. А если Платон знал, что знания нет, зачем он тогда вообще все это написал? Вот. А если Сократ знал, что знания нет, зачем он это делал? Мы же с вами это обсуждали. Ну, просто он же говорит о том, что знания нет только в Апологии. То есть тут, допустим, тут он пока молодой, может быть, тут он еще не знает, что знания нет. Это сложное допущение, потому что, а, это все написал Платон, а Апология – это его первое произведение историческое. Б. Даже если Сократ не заявляет нам, что знания не существуют, что он знает только то, что ничего не знает, он по факту показывает нам, что он знает только то, что ничего не знает. Помните, чем заканчивается Протогор? И твоя точка зрения от Вилокного-П 케орда, и моя точка зрения от Вилокного-П 케орда. Мы должны выяснить, что такое добродетель. То есть мы ни к чему не пришли. И ни один диалог, как вы знаете, который начинается с вопроса, что такое, ни к чему не приходит. Как диалог с Евтифроном, там что такое благочестие, так и диалог с Лахетом и Никем, что такое мужество и так далее. Если они ни к чему не приходят, формально ни к чему не приходят, то мы вынуждены заключить, что Сократ никогда не достигает своей цели. Выяснить, что такое. Но Сократ не может не достигать своей цели, как мы знаем, и следовательно цель Сократа не выяснять, что такое. Мне удалось, да? Хорошо. Мы знаем цель Сократа уже, мы выяснили ее, нам кажется, что мы вполне себе ее четко понимаем. Помните, что точка зрения Платона и точка зрения Сократа не совпадают, иначе бы не надо было писать диалог. Что Платон решили ставить проблему, что часть задачи философии – это, конечно, не ответ на вопрос, а углубление, расширение, прояснение вопроса. То есть указание на трудность. И Платон действительно указывает нам на эту трудность, одновременно пытаясь отвечать на вопрос. Мы пытаемся больше ответить на вопрос, чем Платон, потому что Платон определенно ответил. Он не уж такой философ. То есть нам кажется, что мы знаем, чем философ занимается благодаря протоколу. Но если бы Платон был удовлетворен тем, что написано в протоколе, он бы не написал всего остального. И значит, что на самом деле, чтобы ответить на вопрос, чем философия занимается, по крайней мере, вторая часть классической политической философии, надо прочесть, конечно, все. А при возможности захватить и такие вещи, как письма, и те диалоги, которые не считаются, теперь не признаются, ну, считаются сомнительными. И тогда можно будет только прочтя все, можно будет составить какую-то полную картину, попытаться, по крайней мере, составить полную картину. То есть мы видим фрагмент, и из фрагмента делаем какие-то выводы заранее, зная, что это выводы фрагментарные, предварительные и, конечно, не финальные. Если больше вопросов нет, мы можем продолжить с 322а. С тех пор, как человек стал причастен к божественному делу, только он, один из всех живых существ, благодаря своему родству с Богом, начал признавать богов и принялся воздвигать ему алтари и кумиры. Пытался воздвигать ему алтари и кумиры. Помните, религия, социальность идут вместе. Затя вскоре стал членоративно говорить, и искусственный прават всему название, а также изобрел жилища, одежду, обувь, постели и добыл пропитание из почвы. Достаточно. Благочестие, с точки зрения протагора, является первой добродетелью человека. Она дополитическая, она искусственная, исходящая из искусства. И для того, чтобы, наверное, каким-то образом расширить наше понимание, мы должны обратиться, конечно, к законам. Законы 889-С. Словом, все необходимое, согласно судьбе, смешалось путем слияния противоположных первоначал. Так-то вот, утверждают они, и произошло все небо в целом, и все то, что на нем, а также все животные и растения. Отсюда будто бы пошла и смена времен года, вовсе не благодаря уму или какому-нибудь божеству или его искусству. Заметьте, все случайно. Случайно. Не божество, не искусство. То, что мы видим в природе, является результатом случайности и глупости. Они учат, повторяя, будто все это произошло благодаря природе и случаю. Искусство же возникло из всего этого позднее. Оно смертно само и возникло из смертного позднее, в качестве некой забавы. Не слишком причастны истине, неких сродных всему этому смертному признаку, какие порождают обычно живопись, мусическое искусство и другие искусства, сотрудничающие с ними. Достаточно. Они, естественно, это, скорее всего, конечно же, софисты. То есть, старые добрые физики. Хорошо. Возвращаемся обратно и продолжаем. Затем вскоре стал членом родителям говорить и искусственно давать всему название. А также изобрел жилища, одежду, обувь, постели и добыл пропитание с почвы. Достаточно. Благочестие – первая добродетель. И она искусственная. Заметьте, что Сократ очень быстро выкинет благочестие из числа добродетелей. Но искусственным является все, что создал человек, как мы уже говорили. И, следовательно, искусственным является и речь. Затем вскоре он стал членораздельно говорить и искусственно давать всему название. А также изобрел жилища, одежду, обувь, постели и добыл пропитание из почвы. Построившись таким образом, люди сначала же не разбросаны. Городов еще не было. Они погибали от зверей, так как были во всем их слабее. И одного мастерства обработки… Просто мастерства. Хоть оно и хорошо помогало им в добывании пищи, было мало для борьбы со зверями. Ведь люди еще не обладали искусством жить обществом, часть которого составляет военное дело. Вот. Искусства идут по нарастающей. От самого простого к самому сложному. Решающее искусство – это искусство жить вместе, жить обществом. Частью которого является война. Военное дело – это часть политики. Часть политикотехне. Обращайте внимание, будет ли протагол говорить что-то по поводу войны и военной добродетели. И вот они стали стремиться жить вместе и строить города для своей безопасности. Заметьте, целью общества с самого начала является что? От животных. Да. Не только от животных. Защита от природы. Если человек находится в ситуации полностью беззащитной в природе, а он именно таким с точки зрения протаголы и является, то его первой целью, целью создания общества, целью создания искусств является выживание, защита. Это проблема. Почему? Потому что с классической точки зрения, с точки зрения классической политической философии в широком смысле этого слова, целью человека является природное совершенство. То, каким природа создала человека, определяет его естественную цель. Достижение его естественной цели является естественным же совершенством. Протагор отбрасывает все это, полностью уничтожая. Отнюдь человек не создан разумной природой с разумной целью. Человек создан случайно глупой природой без цели как таковой. Это случайное глупое создание оказывается причиной того, что целью человека является не совершенство, а выживание. Я напоминаю вам о Гоббсе и Локе, да? Отлично. Если целью человека является не совершенство, а выживание, и все, включая духовность, является искусственным, возникает вопрос, есть ли что-либо запретное в рамках этого выживания? Да, конечно, ничего нет. Ради выживания человек может совершать все, что угодно. И это ровно та причина, по которой искусство жить в обществе, искусство жить обществом является последним, потому что оно самое сложное. Если каждый ради выживания может сделать все, что угодно, появление общества оказывается радикально сомнительным и радикально тяжелым. И мы увидим, почему. И вот они стали стремиться жить вместе и строить города для своей безопасности. Но чуть они собрались вместе, как сейчас же начали обижать друг друга, потому что не было у них умения жить сообща. И снова приходилось им расселяться и гибнуть. Да, люди собирались вместе из необходимости, но именно потому, что они не являются духовными, именно потому, что их цель выживания, они же по той же самой причине разрушали первобытное общество. Двух добродетелей благочестия и умения говорить друг с другом, а также обладания искусствами, недостаточно для того, чтобы жить вместе. Более того, смотрите внимательно. Протагор утверждает, что Гумер, Гесиот и Симонит были скрытыми софистами. Следовательно, он утверждает, что, скорее всего, они знали то же самое, что и он. Это часть софистического искусства. Но, следовательно, разница между ними и Братагором становится для нас гораздо более ясной. Дело не в том, что Гумер притворялся поэтом, хотя на самом деле был софистом. Дело в том, что Гумер прямо говорит вместе с Гесиотом и Симонитом о традиции Золотого века. В начале пути у человека все было отлично. Помните, Гесиот вообще говорит, первые люди были из золота. Потом они стали деградировать, менялись поколения и так далее. Протагор говорит, рисует прямо обратную картину. Первые люди были голыми и максимально незащищенными. Только сейчас, только со временем, только с прогрессом движения вперед они смогли существовать и в природе, и уж тем более в обществе. Скажем так, он первый, кто открыто об этом заявил. У нас есть две части классической политической философии. Мы не занимаемся первой сейчас, не занимаемся Фукидидом. Фукидид не будет так говорить. Фукидид скажет, прогресс идет вперед, он не идет назад. Просто посмотрите на то, в каких домах жили и какие храмы строили наши предки. Все будет просто. Но Фукидиды сейчас не берем. Берем вторую часть классической политической философии. Это первый диалог, в котором участвует Сократ. Драматически первый. То есть разворачивающийся на наших глазах. Таким образом, в первом же диалоге первый софист Греции, Протагор, первый во всех смыслах, и в том смысле, что он первый софист, и в том смысле, что он самый крупный софист, открыто заявляет, что Золотого века не существует. Конечно, это вызов против отцов и развращения. Не говоря уже о том, что он открыто заявляет, что боги, ну, мягко говоря, сомнительны или глупы. И не создавали человека с каким-то разумным замыслом, с целью. Напротив, что все, что создал, все, что окружает человека, является результатом деятельности самого человека. То есть, с одной стороны, это радикально отрицающий классический концепция взгляда, а с другой стороны, это радикально позитивный взгляд. При этом этот радикально позитивный взгляд является радикально релятивистским. То есть человеку становится все-таки лучше, но ему становится все лучше при том условии, что вообще говоря, он может все, что угодно. И нам кажется, что вот с таким подходом Протогор не мог оказывать серьезного влияния на афинскую теологию, на афинскую религию, на религию города, какую он оказал в реальности. Но мы дошли до того момента, когда наконец-то появляются боги в этой истории. Причем не безликие боги, не безликий бог, не два титана, причем один из которых титанов, второй непонятно что, а настоящие греческие олимпийские боги. Можно спросить? Конечно. А почему против демократии он пойти не может, а против таких прописных истин он спокойно идет? Да, против демократии он не может пойти, потому что он находится в Афинах. Против прописных истин он может пойти, потому что, хотя он находится в Афинах, он находится где? за закрытыми дверями в доме у Калия, да, среди софистов и молодежи золотой. Золотую молодежь не пронять бабкиными сказками. Можно вопрос? Конечно. Протокор говорит, что цель человека – желание, правильно? И также он убеждает, что в своем развитии человек стремится к обществу, то есть к возможности к искусству жить вместе. Потому что это наиболее выгодная стратегия совместного для выживания. Ну разве построение общества не ограничивает то самое, что не наладывает запреты на все возможности выживания? Протокор прямо говорит, и Платон занял след, поэтому я могу пояснять. Появление искусств определяет разделение труда. Разделение труда определяет необходимое жить вместе. но именно потому, что целью человека является не совместное бытие, а выживание до определенного момента, пока люди не получили что-то еще к добродетели благочестия, то есть другие добродетели помимо благочестия, им не хватало как я рассказываю, не хватало способности жить вместе. То есть создание общества, точнее определенные рамки, которые не дают выживать, как получится при создании общества, это необходимое жертв, чтобы жить в обществе? Да, 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 но это не необходимое жертво. Это то, чем человек по идее не может пожертвовать, и именно поэтому нужны боги, и именно поэтому сейчас боги вступят в дело. Помните, что человек не создавал алтарии кумиры, он пытался создавать алтарий кумиры. Сейчас боги вмешаются и заставят людей жить вместе под страхом смерти, под страхом наказания. Сами люди жить вместе не способны. Ну, понятно, почему, потому что цель выживания. То есть при любой, мы собираемся вместе, при любой дополнительной выгоде от удара в спину, этот удар в спину совершается, и общество распадается. Заметьте, что протагонт прямо указывает, что причиной создания городов были дикие звери. То есть люди собирались вместе тогда, когда опасность умереть была наивысшей, когда нападали дикие звери. И как только эта опасность спадала, люди тут же начинали выживать по отдельности. И города распадались. Вы не воевали, что ли? Нет, так вот, я об этом и говорю вам. То есть как только у людей появлялся общий враг, в кавычках, они собирались вместе. Как только этот общий враг пропадал, они начинали убивать друг друга. Конечно. Тогда те, вспугавшись, как бы не погибли из нашей рождения. Достаточно. Боги безучастно за всем этим наблюдают. Но смотрите, это классические атомистические боги. Атомистическим богам все равно. Они, конечно, разобьются позднее в эпикурействе, да, не в учении демокрита, а в учении эпикора и Укреция. Но все-таки идея равна то же самое. Боги не вмешиваются в жизнь людей. О чем протогор говорит прямо? Их это не интересует. До тех пор, пока... Нет, нет, вообще не интересует. Вот это не касается богов. Почему боги боятся? Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род. Почему Зевс боится, что человечество исчезнет? Потому что некому будет поклоняться, да. Для того, чтобы прояснить эту точку зрения, мы открываем пир, это второй том. Если я не ошибаюсь, 190 ц. Страшной своей силой и мощью они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов. И то, что Гомера говорит об Эфиа-Альте и Оте относится к ним, это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними. Это если вы помните историю Алистофана о соединенных людях, о целостных людях, да? И прочие боги стали совещаться, как поступить с ними и не знали, как быть. Убить их, поразив в рот людского грома, как когда-то гигантов. Тогда боги лишатся почестей и приношения от людей. Достаточно. Люди нужны богам, потому что только люди, помните, почему животные не поклоняются богам? Не потому, что у них нет речи, речь искусственная, она создана потом. Потому что у них нет богов. Белкатрис, да? Потому что они не могут преклоняться, приносить жертвы. Могут, могут. Вон белки орехи в дупло запихивают же. Потому что это создание людей. Не, а почему это создание людей? Еще раз, смотрите, аллогой, все животные, кроме людей, называются аллогой, не коварящие, безречные. Проблема в том, что протогорд только что сказал, что люди начали поклоняться богам раньше, чем они изобрели речь. Ну, а что, нет у животных немножко социальности? И напротив, у людей-то ее как раз нет. Волки, волчьи стаи не убивают друг друга. Их вообще с этим проблем нет. Разница в том, что у животных есть все необходимое для жизни. У них нет причин для создания богов именно потому, что в этой природе у них все хорошо. Только человек голый, только человек незащищенный, только человек не обладает ничем для естественного выживания. Все остальные животные, спасибо Эпиметею, живут прекрасно. И потому боги не могут заставить никаких других животных поклоняться. Боги напрямую нуждаются в существовании людей. И мы знаем почему. Потому что именно людьми они не созданы. Теология или религия начинает эволюционировать. Эволюционировать в каком смысле? Появляются не просто боги, они уже появились. Появляются боги, заинтересованные в жизни людей, в совместной жизни людей. И потому боги наказующие. Наказание и совместная жизнь, наказание и общественная жизнь идут рука у руку. Вспомните, любой ребенок учится существовать в обществе, то есть учится вести себя правильно, во всех кавычках правильно, в которых это возможно, благодаря насилию. Его бьют, ему угрожают. Конечно, сейчас все ограничивается подзатыльниками, а не кулаками, но идея ровно та же самая. Вспомните, как вы научились сидеть за обеденным столом, не кладя локти на стол. Причем все время повторяли, не надо этого делать. А когда вы выводили из себя своих прекрасных родителей, они прибегали к жестким мерам. Вспомните, как вам говорили, брось то, что ты поднял с земли и били по рукам. Другого способа научить людей жить вместе не существует. И протагон говорит очень важную вещь. Всякая моральность, всякая духовность возникает из своей противоположности, из аморальности. Мы уже говорили о том, что цивилизация возникает на базе преступления. То есть, заметьте, законность основывается на беззаконии, на противозаконии. Точно так же мораль основывается на аморальности. Нет других методов сделать человека моральными, кроме аморальных. Нет других методов заставить человека быть ненасильственным, кроме насилия. Возникает вопрос, какое должно быть наказание для того, чтобы подавить стреление человека к собственной безопасности. Естественное стреление человека к собственной безопасности. И ответ, это наказание должно быть максимальным. Максимальное наказание это не страх смерти, максимальное наказание это, конечно же, божественная кара. Помните, И я узрел Геракла И я узрел Тантала Что там происходит с Танталом Он ведь не просто мертв Он наказан страшнейшим образом Он стремится, но не может достать Не говоря уже о том Что в том же разделе Гумер, конечно, описывает не только Тантала И Геракла, и Ахилла Но и других знаменитых Как бы это сказать, преступников Оказавшихся в Аиде Наказанными богами Ну, например, помните такого Сизифа? Сизиф наказан тем, что он вынужден все время катить Камень, гигантский камень в гору А почти, когда он докатывает, камень Начинает катиться вниз, да, чуть ли не давит И все приходится начинать сначала Божественное наказание Является гарантом Общественной жизни Но мы до этого еще не дошли И так Севс, испугавшись Конечно Получается, что если Многие Если люди создают богов Ну, поэтому Так, сейчас Боги не хотят, чтобы выбрать весь человеческий ваг Потому что только благодаря людям он не существует Нет, люди, естественно, создают богов такими Чтобы те не хотели, чтобы люди умерли То есть Это не возникает? Еще раз Люди, естественно, создают богов такими Чтобы боги не хотели, чтобы люди умерли С точки зрения протагора, нет Другое дело, что, смотрите Он показывает, но не говорит, что их нет Помните, еще раз Исторически он оказал огромное влияние На развитие религии в Афинах То, что он говорит здесь Имеет решающее значение Для понимания его времени Не в смысле тех безликих, безымянных богов А в смысле теперь Зевса Зевса И вместе с ним Угадайте кого Тогда Зевс Тогда Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род Посылает Гермеса Вести среди людей стыд и правду Достаточно Кого посылает Зевс? Бернесс Нет, нет, нет Вы толпитесь Да Он бог воров и демократов Но это не важно Важно другое Зевс и Бернесс Зевс боится Что люди Не могут существовать вместе Что люди Развращены И для того, чтобы остановить развращение Он посылает Гермеса Ничего не напоминает? Сократ и Алкевиат Зевс и Гермес Две вещи Нужны для людей Для того, чтобы они начали жить вместе Стыд и правда Ну правда Дикая справедливость Чувство Чувство правды Чувство справедливости Помните о роли стыда Во всем геологии И у кого его нет Вести среди людей стыд и правду Чтобы они служили украшением городов И дружественной связи Искусство жить вместе Зависит не от благочестия А от стыда и правды Смотрите Что мы знаем теперь О жизни в обществе? Благочестие Стыд Справедливость И война Война тоже необходима для жизни в обществе Но война необходима для жизни в обществе Потому что она обращена вовне Стыд и правда обращены вовнутрь Внутрь самого общества При этом военное дело Люди познали самостоятельно Стыд и правду нет В этом смысле То, что дали людям Эпиметей и Прометей Не является божественным Потому что они не боги Напротив Политическое искусство Политика техне Наука жить вместе Является божественным даром Природный дар От Прометея и Эпиметея Доступен не всем Искусство Доступны не всем Божественный дар Стыд и справедливость Доступны всем Смотрите Стыд и правда Как у нас дан перевод Это ведь не походит разве На умеренность и справедливость Походит Походит немножко Да Сейчас Ты сам искусственный Да Добродетели Искусственные добродетели Но пока что мы этого не знаем Более того Заметьте Что мы же знаем Что поклонение богам Является искусственным И потому Все что нуждает Поклонение богам Является искусственным Вот и спрашивает Геремен Зевса Каким же образом Дать людям Правду и стыд Так ли их распределить Как распределены Искусством А распределены Они вот как Одного владеющего Искусством Ворчевания Хватит на многих Не сведущих в нем Тоже и со всеми Прочими мастерами Значит Правду и стыд Не таким же образом Остановить среди людей Или же уделить их всем Знаете Зевс не знает Как работает искусство Это очевидно Раз Гермесу Приходится ему объяснять Как это происходит Более того Зевс не с самого начала Сказал Что стыд и правда Нужны для всех Напротив Гермес вынужден Поправить Зевса И сказать Всем все-таки Или не всем Ну Всем сказал Зевс Пусть все будут К ним причастны Не бывайте государством Если только Немногие будут этим владеть Как владеют обычные искусства И закон положи от меня Чтобы всякого Кто не может быть Причастным к стыду и правде Убывать как язва общества Угу И еще раз Даже Бог Не может Просто дать Стыд и правду людям Позитивный дар Должен быть Подкреплен наказанием И закон Положи от меня Чтобы всякого Кто не может быть Причастным А это значит Что стыд и правда Явно даны не всем Потому что есть люди Которые не могут быть Причастны к стыду и правде убивать, как язву общества. Политическое искусство дополняется законом, божественным законом. Демократия, а речь идет именно о ней сейчас, и религия, связанная напрямую. Вы увидите это и у Фуки Дида, на религиозность демократов, увидите это и в современности очень легко. А нас же сейчас, можно сказать, не особо демократически строишься. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Я же не об этом говорил. Идете в банк, покупаете зеленую бумажку, поворачиваете ее реверсом, там написано год или раз. Демократичность и религиозность связаны напрямую. Указ Зевса подкрепляется божественным законом. Божественный закон подразумевает наказание. Наказание – смерть. То есть, еще раз, коллективная жизнь возможна только если существует угроза наказания. Так-то, Сократ, и вышло по этой причине, что афиняне, как и все остальные жители... Важно, и афиняне, и не только они. Заметьте, Сократ говорит, я как афинянин мудр, все афиняне мудр. А Сократ говорит, не-не-не-не, это не тот афинянин мудр, за тебя как-то надо говорить. Все люди так думают. Когда речь заходит о плотничьем умении или о каком-нибудь другом мастерстве. В мастерстве плохо, а в этой добродетели. Или о какой-нибудь другой добродетели. Посмотрите, протокол, соответственно, отождествляет знания и добродетель. Настошенность в космосе. Получается следующее. Если протокол учит добродетеля, следовательно, добродетели можно научить с помощью речей, потому что иначе он никак не учит. А следовательно, знания и добродетель должны совпасть, потому что речи не передают ничего, кроме знания. Сократ согласен, что знания и добродетель совпадают. Разница в методике. Протокол делает это с помощью, как и все остальные софисты, с помощью риторики, с помощью длинных речей. Вы видите, это длинная речь. Сократ передает знания иначе с помощью? Диалекти. Хорошо, следующий шаг, о котором нам нужно поговорить. Протокол оправдывает подход Афинян. Но этот подход о том, что политика техны не существует, не делает их уникальными, не делает их мудрыми. Все люди так делают. В отличие от Сократа, который просто говорит, что мы так делаем, протокол еще объясняет причину такого поведения. Таков божественный закон. Иными словами, если поведение большинства определяет божественный закон, следовательно, чему учит протокол? Что большинство можно управлять с помощью божественного закона. За этим законом стоит необходимость, на самом деле стоит необходимость, которую большинство не осознает. Это необходимость, необходимость жить в обществе, необходимость жить совместно. Политическая необходимость. Но большинство не способны ее осознать, и потому нуждается в появлении божественного закона. А следовательно, нуждается в первоначале в появлении богов. Вот эти люди, которые большинство, они же думают, что произошли не от природы, а от богов. Конечно, да, что были созданы богами. Ну, а смотрите, если вы не созданы богами, то почему боги могут вами командовать? Ну, хорошо. То есть это классическая ситуация пасынка, а не сына. Ты мне не отец, почему ты мне указываешь? Именно поэтому протоколы говорят, что природа – это не мать, а мачеха. И, следовательно, она ничего не может указывать человеку. И в чем они тогда видят смысл жизни, если не выживание тогда для них? Для них? Правда и стыд. Заметьте, протоколы ничего не говорят о божественных наградах. Только божественное наказание. Потому что… Как раз и есть избежать божественного наказания. В частности. Но нет, смотрите внимательно. Потому что, когда вас учат чему-то с помощью насилия, пряник не нужен. Никто не хвалит вас за то, что вы исполняете базовые функции. Ну, например, не кладете локти на стол на обеденный. Но вас наказывают, если вы это делаете. Чувствуете? Для жизни в обществе не нужно поощрение. Нужно только наказание. Кто? Как? Учить помощь наказания. Нет. С помощью стыда. Стыда, да. Но кто внушает стыд-то? Протоколы только что выясним, кто внушает стыд людям. При том, что протоколы сам стыдится. И я даже называл вам из десяток отрывков, где он стыдится. То есть, с одной стороны, протоколы показывают сакрату, что он вообще-то разбивается в том, что делает. А с другой стороны, показывает молодым людям присутствующим, что управление массами, управление толпой и религиозность как-то связаны. Второй способ обучения, о котором протоколы будет говорить чуть-чуть ниже. Это повторение. Помните, да? Как вы учили там условную таблицу умножения? Просто запоминанием. То же самое с этикетом локти и обеденный стол. Вы делаете это один раз, вас бьют и объяснять не надо. Вы делаете второй раз, вас снова бьют. Вы делаете третий, вас снова бьют. И на четвертый раз вы понимаете, что это не делается. Повторение и наказание. А теперь вспомните, пожалуйста, что протокол говорит по поводу койпологе. Почему они не являются угрозой для сатиста? Донемся назад, давайте. Если вы не помните. Я напомню вам. Без особых проблем. 317А. Толпа ведь, попросту говоря, ничего не понимает. Что те затянут? Сильные тому и подпевают. Гимназин повторяет. Нет, сильные учат, хоть по-моему, и учат большинство с помощью повторения. Хорошо. Скажите, а в реальной жизни так тоже работает? А протокол про что говорит? Нет, ну я просто не думаю, что без похвалы как-то можно. Еще, нет, обратите внимание. Вас хвалят за достижения. Вас не хвалят за то, что вы ведете себя так, как принято в обществе. Если, например, ты все время клал руки на стол и потом целых три или четыре раза этого не сделал, то вот, молодец. Нет, а какой смысл вас хвалить? Вы этого не сделали, потому что вы боитесь подзатыльников. То есть какой смысл тут кого-то хвалить? Ну потому что понял, осознал, что дело неправильно. Смотрите, давайте приведем более жесткие примеры. Вас кто-нибудь хвалил за то, что вы не убили другого человека когда-нибудь? Ну вы же не убили, правильно? Да. Ну, но это не потому, но вас не хвалят не потому, что вы совершили, не совершили хорошее дело. Я рад, чтобы вы никого не убивали. А потому что это то, что ожидается от человека живущего в обществе. Если человек, а потом не убежали, то у тебя это не поможет. Да, это тоже вариант. Хорошо. Если больше вопросов нет, давайте двигаться дальше. Думают, что лишним многим пристало участвовать в советчике. Так как искусства принадлежат лишним многим, то есть не политические искусства, принадлежат лишним многим, то очевидно, что разумные люди считают, что лишним многие должны быть экспертами в этих искусствах. И если кто не принадлежит к этим немногим, и подаст совет, его не слушают, как ты сам говоришь, и правильно делают, замечу я. Когда же они приступают к совещанию по части гражданской добродетели, где все дело о справедливости... Ну, гражданской, политической, конечно. И рассудительности. Тут они слушают, как и следует. Советы всякого человека. Первое. Протогон не говорит о политическом искусстве. Он, наконец-то, говорит о политической добродетели. Второе. Этой политической добродетелью оказывается... Прошу вас. Где все дело в справедливости и рассудительности. Все. В справедливости и рассудительности. Помните проблему, о которой я говорил, да? Со словом рассудительность. В оригинале дикаюсюна и сафросюна. Сафросюна – это умеренность, то, что мы обычно переводим как умеренность. Но наш переводчик взял рассудительность, и рассудительность нам подходит. Почему? Потому что рассудительность – это ровно то, чему протокол обещает научить. Эвгулия. Политических добродетелей – всего две. Справедливость и умеренность. Если политическое искусство равно политические добродетели, а политические добродетели равны справедливости и умеренности, им не надо учить. Оно работает от Зевса. В чем возникает гигантская проблема здесь сходу? Гигантская проблема. Политика техне – это политика РТ. Политическое искусство – это политический добродетель. Политический добродетель – это только справедливость и умеренность. Чему учит протокол с точки зрения Сократа, на что он уже согласился? Ну, он учит политико-техне. А это учить не надо. Это учат все, оно всем доступно. Таким образом протокол сам себя обнуляет. Я не нужен. С одной стороны, он показывает, что для того, чтобы управлять толпой, нужен миф. С другой стороны, он показывает, что большинству не нужно никакого обучения. Но заметьте, не нужен большинству, да? Справедливость дали боги? Справедливость и стыд. Справедливость и умеренность. А умеренность – это и стыд? Да, да, да. Он преобразует чувство правды дикое в диковисюнное и сопротивленное. Справедливость и умеренность. Получается, что протокол говорит, большинству не нужны софисты. Почему большинству не нужны софисты? Большинство ничего не понимает. Большинству нужна религия. Для того, чтобы путем страха или путем наказания, давайте сразу, ввести в большинство две политических, то есть общественных, нужных для жизни в обществе добродетели. Справедливости и умеренности. Тут они слушают, как и следует, советы всякого человека, так как всякому подобает быть причастным к этой добродетели, а иначе не бывать государством. И вот в чем Сократ здесь причина. Вот в чем Сократ здесь причина. Давайте ниже. А чтобы ты не подумал, будто я тебя обманываю, вот тебе еще доказательства того, что все люди... А вот теперь достаточно. Миф только что закончился. И протокол говорит, а чтобы ты не думал, что я тебя обманываю, вот тебе доказательства, то есть засуждение, вот тебе логос. В чем проблема? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Обратите внимание на текст. Но если это все обманываю, то я не зашел. Нет, обратите внимание на текст. Когда кончается миф технически, протокол рассказывает миф. А потом говорит, вот, а тебе настало время логоса. Когда кончается миф? Какой фразой кончается миф? Вот и закон положит меня, чтобы все кого... Убивать, как язву общество. Правильно. А когда протокол говорит, начинается логос? Ну вот будто я тебя обманываю, вот тебе еще доказательства там. Что между ними? Рассуждение. Нет. Между ними все еще миф. Так-то, Сократ, и вышло по этой причине, что афиняне, как и все остальные люди, когда речь заходит о плотниче умении и так далее, и так далее, это все еще миф. Потому что протокол четко отделяет момент, когда начинается логос. Почему это важно? Нам кажется, что миф должен закончиться вместе с мифической историей. Закончится последней фразой Зевса. Но протокол заканчивает миф абзацем ниже. Существует еще целый абзац, который мы могли бы принять за рассуждение, не будь он четко отделен от рассуждения. Смотрите внимательно. Когда вы будете читать Платона дальше, вы увидите, что Платон изобретает не один миф. Проблема заключается в том, что протокол только что нам показал, что когда мифическая часть, с нашей точки зрения мифическая часть заканчивается, это не значит, что миф заканчивается. А это значит, что то рассуждение, которое идет после мифа, тоже может быть частью мифа. Но так обычно все заканчивают мифические истории, рассказки так вот и по сей день, и ужином. Ну да, да, да. Это связка мифа с реальностью, чтобы показать, что это не просто миф, который существует. Заметьте, ведь тогда нам придется сказать, что когда же приступает совещание по части гражданской политической добродетели, все дело в справедливости, где все дело в справедливости и рассудительности, тут они слушают, как следует совета всякого человека, так как всякому подобает быть причастным и так далее, и так далее. Это все еще миф. Это все еще неправда. Это все еще ложь. Заметьте, в конце обращение к Сократу. Вот тебе, Сократ, вот в чем здесь Сократ, причина, да. А что бы ты ни думал, ты, Сократ, не думал, будто я тебя обманываю. Заметьте, что миф и введение в заблуждение – это одно и то же. Только что протокол обманул всех, но не хочет обманывать Сократа. То есть это вот последнее рассуждение, оно является неправдивым, то, что вот афиняне... Да, и все остальные люди. Почему? Потому что иначе протоколу нечему учить. Это все еще ложь, в которую верит большинство. Это все еще то, чему большинство подпевает. Большинство считает, что у него есть умеренность и справедливость. Мы увидим позднее, что на самом деле Сократ предложил более прочное основание поведения большинства – гедонизм. Совмещение удовольствия и блага. Теперь-то пришло время показать, что на самом деле не все обладают политической доброведелем. Хотя протокол только что сказал, что все. А еще раз, а что бы ты ни думал? А что бы ты ни думал, будто я тебя обманываю, вот тебе еще доказательство того, что все люди... Все люди, не афиняне. Теперь еще раз то же самое, но с помощью логоса. Миф должен быть подкреплен логосом, потому что иначе миф висит в воздухе. По крайней мере, так считает протокол. Что всякого, считает в сущности... В сущности считает всякого человека. Не человека, мужа. Причастным к справедливости и прочим гражданским добродетелям. Все люди считают, что муж, настоящий муж причастен и к справедливости, и ко всем остальным политическим добродетелям. Почему вдруг появляются остальные политические добродетели? Что понимается под остальными политическими добродетелями? Гражданскими. Политическими. Ну, в оригинале гражданин и политик это одно и то же. Потому что они все вытекают. Какие это добродетели, да? Справедливость. Справедливость. Если это справедливость и умедленность, то как получается причастным к справедливости и прочим гражданским добродетелям? Умеренность, что это? Прочие гражданские добродетели. Умеренности, что много? Какая еще добродетель-то? Благочестие, конечно. Война. Нет, война это не добродетель. Мужество добродетель, но о мужестве мы пока не говорим. Итак, политических добродетелей на самом деле три. Благочестие и выходящее из него справедливость и умеренность. Потому что без веры в богов справедливость и умеренность невозможны. Ведь насчет прочих качеств дело обстоит так, как ты говоришь. Если кто скажет про себя, что он хороший плетист, или припишет себе другое какое-нибудь мастерство, какого у него нет, то его либо поднимают на смех, либо сердится. И даже домашний приходит. Нет, не домашний. И даже такие же, подобные ему, приходят и увещевают его, как помешанного. Когда же дело касается справедливости и прочих гражданских добродетелей. Политических. Да, политических. Тут даже если человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет сам о себе говорить всенародно правду, то такую правдивость, которую в другом случае признавали бы рассудительностью, все зачтут безумие. Рассудительностью, в смысле умеренностью, конечно. Хорошо, остановитесь. Хотя рассудительность – хорошее слово, нас оно будет интересовать. Итак, такие же – это в смысле представители того же искусства. Иными словами, что Протогор говорит Сократу? Протогор говорит Сократу, что мы являемся с тобой представителями одного и того же искусства. И это значит, мы стоим на одной стороне. Проблема здесь в том, что нас кое-кто видит, когда мы обманываем. Кто? Это понятно. А кто еще? Такие же как? Нет, такие же – это и есть представители искусства. Ну, конечно, это могущественные. Потому что могущественные, в смысле могущие вложь. Лужец видит лжеца за километр. Следовательно, два софиста или все софисты должны увещевать друг друга и помогать друг другу скрывать свою ложь. Мудрые не выдают, мудрецы не выдают своих. Проблема заключается в том, что существуют не только мудрецы, существуют еще и могущественные. Есть, знаете, типа людей – толпа, могущественные мудрецы. Мудрецы не выдают своих. Да. Сам патогорис полет уже одного садика. Вот. Вот. В этом-то и проблема. Он говорит, что он обладает эволюцией, но он не обладает эволюцией. Почему мудрецы должны быть вместе? Потому что толпа и могущественные считают, что они не могут быть в политическую добродетель. Не могут быть в политический добродетель. А еще раз в Артиске, кто такие мудрецы? 317а. Я же со всеми ними не схож, с остальными софистами, говорят протогоры прошлого. Ибо думаю, что они все не достигли желаемой цели и не укрылись от тех, кто имеет в городах власть. Буквально могущественные, но не в смысле сильные. Не только в смысле сильные, а в смысле могущие, динаменной. А только ради них и существуют эти прикрытия. Толпа ведь, попросту говоря, ничего не понимает. Что те говорят, тому и подпевают. Опускаться в бегство или бегать, но это уже не имеет значения. Это 17а. Разве могущественные не могут быть? Нет, не могут быть. Именно поэтому они могущественные. То есть правду знают не только мудрецы, но и могущественные. Именно потому, что могущественные – это такие же потенциальные мудрецы, как и сами. А если они знают, что вы имеете в виду? Это решающий вопрос. Почему алкевят политик, а не философ? Разница будет не в политических добродетелях, а в естественных добродетелях. А в отличие в мужество? Мужество и мудрость, да. Братагон переходит к тому, о чём он говорит, чему он учит на самом деле. Ещё раз. Когда же дело касается справедливости и прочих гражданских добродетелей, то даже если человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет сам о себе говорить всенародно правду, то такую правдивость, которую в другом случае признали бы рассудительностью... Сейчас, поначните. Но умеренностью, конечно, умеренностью, умеренностью. Хорошо. Умеренностью все сочтут безумием. Остановитесь. Этого достаточно. Все сочтут безумием. Что такое безумие? Безумие – это не лгать о том, что ты справедлив. Даже если ты несправедлив. Почему? Потому что эта ложь позволяет тебе избежать божественного наказания, смерти за несправедливость. Но так как это не миф, божественного наказания тут не существует. Бог же знает, что был в жёте, правильно? Да. Да. Но, слава тебе, Господи, здесь Бога больше нет. Он выпадает. Итак, смотрите внимательно. Что говорит протокол? Протокол говорит, а, в отличие от всех остальных искусств, если вы назовётесь пожарным, хотя вы не пожарные, все будут над вами смеяться. Но как только речь заходит о политическом искусстве, если вы скажете, что вы им не владеете, то есть если вы скажете, что вы несправедливы, вас убьют. Поэтому, если вы обладаете умеренностью, вы можете, у вас нет любого выхода, кроме как сказать, что вы исправедливы. Иными словами, что говорит протокол? Протокол говорит, что умеренность и справедливость не совпадают. То есть судительный человек – это тот, который всем говорит, да-да, я справедлив. Это первое. Второе. Протокол именно этому и будет учить своих учеников. Будет учить их, что лгать в той ситуации, когда это выгодно, можно и полезно, что рассудительный человек – это как раз тот, который лжёт каждый раз, когда ему выгодно это делать. Можно спросить? Конечно. По сути же, мудрецы идут под руку вместе с могущественными. Нет, не идут, не идут, не идут. Они же вместе управляют толпой. Не управляют толпой. В этом проблема. Протокол первый, который говорит, я перестал скрываться. В чём проблема? А. Могущественные насквозь видят мудрецов, видят ложь. И Б. Но мудрецы тоже? Нет, нет, нет. Разница в чём? На стороне могущественных толпа, на стороне мудрецов никого. И. Б. Могущественные видят в мудрецах угрозу. Вопрос, как объединить мудрецов и могущественных? А пока не в мудрецах угрозу, если толпа хочет. Очень просто. Заблачать или лжи? Ну вот, да, чувствует ложь. Да, да, да. А идеальный государственный Платон, который все это были государственные, можно перерывить в мудрецы? В идеальном государстве Платона нет толпы. Да. Могущественные, они пытаются устранить мудрецов? Да. Именно по этой причине, говорит Протогор, все мудрецы прошлого, все софтисты прошлого скрывались. Кто под поэзией, кто под гимнастикой, кто под прорицаниями и так далее. Нет, там была ещё четвёртая. Кто под медициной, кажется? Надо посмотреть. И только Протогор первый не скрывается. Да. Музыка. Музыка. Музыка, гимнастика, прорицание и поэзия. И Протогор первый, кто не скрывается. Он не скрывается, потому что он собирается научить будущих могущественных тому, что не является политической доверительной. Помните эту строчку про безумие. Почему? Не потому, что к линии безумец. А потому, что в конце этого диалога Протогор скажет в один момент, я должен согласиться с тобой, Сократ, если только я не безумец. То есть я должен солгать, иначе у меня можно будет, да, иначе я, иначе рассудительность и справедливость не совпадут. Наоборот тоже. Ведь считается, что каждый, какого бы он ни был на самом деле, должен провозглашать себя справедливым. А кто не прикидывается справедливым, тот не в своем уме. Да, а кто не прикидывается справедливым, тот обезумел, потому что ему грозит смерть. Поэтому необходимо всякому, так или иначе, быть причастным к добродетели. Иными словами, Дарзевса – это ложь. Он позволяет людям прикидываться, а не быть справедливыми. Более того, вполне справедливым оказывается лгать в этой ситуации. То есть притворяться справедливым. Поэтому необходимо так или иначе, то есть быть или казаться причастным к добродетели, то есть причастным к справедливости. В противном случае ему не место среди людей. Иными словами, Зепс говорит, все являются справедливыми и умеренными. Если бы Дарзевса этого не говорил, возникла бы проблема с необходимостью прикидываться. Хорошо, давайте на этом остановимся, если у вас нет вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...